Здравствуйте! Время новостей на канале ТВ8 в студии Яна Степаненко. Главная тема выпуска. Время новостей на канале ТВ8 в студии Яна Степаненко. Время новостей на канале ТВ8 в студии Яна Степаненко. Время новостей на канале ТВ8 в студии Яна Степаненко. Не соблюдаются никакие протоколы, а руководство этих больниц заинтересовано в постановке таких диагнозов. Кроме того, финансирование больниц зависит от количества госпитализированных пациентов, от поставленных диагнозов. В публикации на Фейсбуке Стратулат отмечает, что в больнице на Авиадуке было открыто отделение для патологии новорожденных, когда руководство больницы поняло, что это может принести больнице денег. Заместитель директора отделения педиатрии ежедневно звонит в роддом и сообщает, сколько мест освободилось в обоих отделениях и сколько детей с физиологической желтухой необходимо добровольно-принудительно перевести для постановки диагноза пневмония, чтобы заработать больнице денег, пишет Стратулат. Жительница столицы на условиях анонимности поведала нам, что прошла через подобное в одной из столичных больниц. Женщина говорит, что обратилась к врачу Стратулату, который опроверг первоначальный диагноз. Сегодня одна из обвиненных больниц выступила с реакцией. По данным администрации, медицинское учреждение соответствует всем нормам и законодательству, а диагноз пневмония не предполагает больших затрат на лечение. Все наши усилия в процессе медицинского обслуживания детей соответствуют нынешней практике в данной области, что подтверждается многочисленными восторженными отзывами наших пациентов, а также многочисленными оценками деятельности учреждения в соответствии с действующими положениями, выполненными уважаемыми компетентными структурами и специалистами, отмечается в пресс-релизе первой клинической горбольницы имени Сергея Лозо. Михаил Стратулат утверждает, что здесь используют дешевые средства для самопиара. Реакции со стороны другого медучреждения пока не поступало. Разоблакение Михаил Стратулата изучит Министерство Здравоохранения, которое также высказалось по поводу публикации в Facebook. Министерство Здравоохранения, которое высказалось по поводу публикации в Министерство Здравоохранения, Случай обсудили и на заседании парламентской комиссии по нацбезопасности. Министерство Здравоохранения, которое высказалось по поводу публикации в Министерство Здравоохранения, Министерство Здравоохранения, которое высказалось по поводу публикации в Министерство Здравоохранения, Ну, прям секрет, качес руку Сефачи принц заберите диагностику и грешит, Шима и граф принц администрария форсата муниципал антибиотики в Копидо. Раз одержав, есть криминал. Разоблачения попали и в обозрение премьера. На заседании правительства Павел Филипп поручил Министерству Здравоохранения обратиться в Национальный центр по борьбе с коррупцией и выразил удивление, что врач не оповестил об этом правоохранительные органы, а предпочел написать в соцсети. Замдиректор НЦБК проинформировал главу Кабмина, что учреждение приняло во внимание заявление еще накануне и начало расследование. Во взяточничестве в системе здравоохранения виноваты сами пациенты. Именно они предпочитают платить врачам в руки. Такой вывод следует из отчета, который сегодня на заседании комиссии по нацбезопасности представили генеральный госсекретарь Министерства Здравоохранения и замдиректора НЦБК. Говорили о коррупции в медицине. Согласно представленным данным, в прошлом году и до сих пор на врачей и сотрудников больниц было возбуждено 44 уголовных дела. Большинство же простых обывателей утверждают, что врачи сами не прочь поживиться и за свои услуги требуют денег. Согласно отчету самой коррумпированной врачи в республиканских медучреждениях, по словам представителя Минздрава, виноваты в этом в большинстве сами пациенты. Вместо того, чтобы использовать полис обязательного медстрахования, люди предпочитают платить на руки. Администрации перечисленных больниц ответной реакции на выводы отчета пока не выступили. Помимо случаев коррупции, НЦБК выявили, что почти 600 медицинских учреждений работали без необходимых документов. В министерстве говорят, что вмешиваться не могут. Согласно отчет, что 590 институты медицинские учреждения у после неакредитации институтов медицинских учреждений нет никакой санкции. И продолжение института продолжает активизировать. Хочется, что мы работаем, не знаю, санкции. Большинство граждан говорят, что несмотря на страховой полис, врачи все равно требуют деньги. Мои родители, мои родители платят полиция, но используют не используются. Если они приходят на медицинские учреждения, то нужно платить. Не спросите, что ты пенсионер, что нет, ты дай. Это так у нас в Молдова. И не есть как сказать, что если не дай, он не стоит на тебя. Для предотвращения коррупции в системе здравоохранения Министерство здравоохранения намерено проверять врачей на неподкупность, прежде чем те будут приступать к работе. С прошлого года НЦБК возбудило на врачей и работников больницы 44 уголовных дела за коррупцию. В 2018-м, по данным антикоррупционной прокуратуры, были осуждены трое врачей и одна медсестра. Один из самых громких дел, связанных с коррупцией на высоком уровне в системе здравоохранения, был зарегистрирован в апреле 2015-го. Тогда бывший министр здравоохранения Андрей Усатый был арестован по делу о договорных тендерах с медицинским оборудованием, в рамках которого были задержаны несколько врачей из различных больниц со всей страны, а также экономические агенты. Глава отделения травматологии больницы в Сорокском районе задержан за вымогательство 17 тысяч леев у больного. В обмен на эту сумму врач должен был провести операцию по протезированию. По словам заявителя, хирург сообщил пациенту, что протезов может не хватить. И чтобы не ждать длинной очереди, врач пообещал помочь за круглую сумму. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией начали расследование. Они чисто на руку медика задержали в момент передачи первой части обещанной суммы 15 тысяч леев. Подозреваемый находится в изоляторе. Его задержали на 72 часа. Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, в законодательный орган прошли бы 4 партии. Это ПСРМ, ППДП, ДПМ и ПАС. Об этом свидетельствуют данные последнего социологического опроса. Игорь Дадон продолжает лидировать в списке политиков, в котором граждане Молдовы доверяют больше всего. Далее в рейтинге доверия следует премьер Павел Филипп и лидер оппозиции Андрей Анастасий Майосанду. Из общего количества опрошенных лишь 56,5% ответили, что готовы прийти на выборы. Из них 37% намерены голосовать за социалистов. 12% набирает партия Платформа Достоинства и Правда. На третьем месте демократы. У них 10% голосов опрошенных. Замыкает список лидеров ПАС. За действие солидарность проголосовали бы 8% респондентов. Более 7% участников опроса отдали свои голоса другим партиям. 25% пока не решили идти на выборы или вовсе отказались от этой идеи. Среди политиков первый в рейтинге доверия со стороны граждан президент Игорь Дадон. У него 72% голосов респондентов. На втором месте премьер Павел Филипп и 7,5% голосов. У Андрея Анастасии чуть более 6% голосов. У Майосанду – 3%. Около половины респондентов затруднились ответить или заявили, что не верят ни одному из политиков. 77% опрошенных считают, что общее положение в стране за последние несколько лет серьезно ухудшилось. При этом большинство опрошенных полагают, что страна движется в неверном направлении. Почти 41% респондентов считают, что протесты не могут повлиять на решение политического класса. А 44% опасаются, что события апреля 2009 года могут повториться. Апрос проводился экспертами Ассоциации социологов и демографов в период с 26 июня по 7 июля. В нем приняли участие 1195 человек. Погрешность составляет плюс-минус 3%. Жуткая авария с участием автобуса с молдавскими гражданами, направлявшимися в Испанию через Румынию. На трассе в уезде Ясс он столкнулся с автомобилем. Водитель легковушки скончался на месте. Водителю же автобуса и одному пассажиру понадобилась медицинская помощь. По предварительным данным полиции, водитель легковушки превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом из Молдова. За рулем легкового автомобиля с регистрационными номерами Сучавы находился 28-летний член одного из местных советов. В автобусе было 15 человек, 13 пассажиров и два водителя. Пассажиры автобуса, которые стали очевидцами аварии, говорят, что водитель автомобиля ехал на большой скорости и лишь в последний момент попытался избежать столкновения, но тщетно. От удара пострадали водитель автобуса и один из пассажиров, которых доставили в больницу. Еще несколько человек получили легкие ушибы и отказались от госпитализации. В легковой машине полиция обнаружила заряженный пистолет, часы и множество документов. По данным инспектората полиции уезда Ясы, в аварии участвовал и микроавтобус с 10 пассажирами. Никто из них, правда, не пострадал. Полиция расследует все обстоятельства ДТП. Мать и ее четверо детей оказались на улице после того, как глава семьи поджег их дом. Инцидент произошел в селе Красенешто-Теленежского района. По данным полиции, мужчина неоднократно проявлял агрессию и злоупотреблял спиртным. Ранее он был приговорен к исправительным работам за различные правонарушения, в том числе за проявление агрессии. Последний раз полиция запретила ему приближаться к его сожительнице. 37-летний мужчина жил у своих родственников в селе. В минувший понедельник он отправился к сестре своей сожительнице. Между гражданскими супругами возник конфликт. Предположительно, в состоянии агрессии мужчина решил отомстить своей сожительнице и поджег ее дом. К счастью, детей на тот момент не было. Никто не пострадал. Если вино поджигателя признают, мужчине грозит уголовное наказание. Другой пожар в начале этой недели произошел в селе Крихановеке. На кухне одного из домов взорвался баллон с пропаном. Пожарные вовремя потушили огонь, предотвратив распространение возгорания на соседние комнаты. Никто не пострадал. Огонь успел повредить 21 квадратный метр кухни, а также ценные вещи, которые находились внутри. С начала года по всей стране произошло 848 пожаров. В огне погибли 59 человек. С миру по нитке в единственной школе с преподаванием на румынском языке в Тараклии полным ходом идет ремонт. Не проводили его здесь уже 30 лет. Деньги пожертвовали люди с разных уголков страны и даже из-за рубежа. Ученикам приходилось сидеть в сырых и полных плесенью классах с поврежденными потолками. Ремонт планируют завершить к началу учебного года. Властям о плачевной ситуации в гимназии в селе Алуату поведал Василий Цюркану, бывший учитель румынского языка, ныне пенсионер. По его словам, учреждения могли закрыть еще в 50-х годах прошлого столетия, но преподаватели и руководство воспротивились. Дмитрий учится в пятом классе. Говорит, тяжелее всего зимой, когда в классах около 14 градусов. Но, несмотря на это, у мальчика нет ни одного пропуска в журнале. Мечтает о ремонте в местной библиотеке, где смог бы читать любимые книги. Как ты плачешь, если читаешь? Маймута повешки. Какие? Например, Юн Крянга, Лев Толстой, Михаил Минеско поэзии. Несколько лет назад из-за отсутствия денежных средств администрация гимназии решила объединить школу и детский сад оба с преподаванием на румынском. Деньги на ремонт выделило правительство Румынии. Помещение для малышей восстановили полностью, а оставшихся средств хватило на небольшой ремонт внутри гимназии и часть крыши. По словам директора учреждения, если бы этого не сделали, школу пришлось бы закрыть. Деньги на ремонт, мы говорим о том, что мы нужны, что мы нужны для такой суммы для ремонта школы. Но вы знаете, что там очень скрытые локации, мы просто не получили. Я не ошибаюсь, что если бы были все службы, как мы говорим, что школа была бы закрыта, потому что не были остальными из-за ситуации. Новость о плачевном состоянии гимназии не оставила равнодушных бывших учеников гимназии, которые давно разобрались по миру. Они вернулись ненадолго домой, чтобы притянуть руку помощи. И, по-настоящему, мы говорим о проблемах, которые у нас произошло с препарацией, с даром для детей, что у нас есть возможность, что у нас есть в будущем, я, в Италии, после многих, многих лет, я считаю, что это лучше, чем стоять на школу, чем стоять на буртах на соаре. То есть, мы в Италии, но, если бы мы пришли, мы хотим. Чтобы сохранить гимназию, общественная ассоциация Унирия Адип запустила кампанию по сбору средств. До сих пор собрали 183 тысячи леев. На эти деньги будут отремонтированы все шесть классов и коридоры. Очень много людей из Диаспора, очень много людей из Романии, из Республики Молдова, из Италии, они contribут для этой школы и будут отремонтировать, потому что репарация и школа не запустят здесь. Есть нужная и мобильная, есть нужная и материал дидактика, книги, таблины. Есть нужная и нужная и зарплата для профессора здесь. Есть нужная и нужная и большая профессора, потому что они слишком много, потому что они слишком много. Гимназия детсад имени Дмитрия Кантемира в селе Алуату единственная в районе с преподаванием на румынском языке. В остальных учреждениях дети учатся на русском или болгарском. В этом году школе исполняется 161 год. Побывали в необычном летнем лагере более ста молодых людей с обоих берегов Днестра, разбившись по командам. Узнали, как формировать приоритеты и как решать спорные вопросы путем переговоров. Жители Приднестровского региона будут сотрудничать в рамках различных проектов с молодежью с севера и юга страны. С 8 по 11 июля в селе Леордуая Колоражского района свои двери для молодых людей открыла летняя школа Юфбэнк-2018. Занятия посещали более сотни юношей и девушек. Впервые на курсы прибыли гости с левого берега Днестра. Молодые люди – участники двух фондов, открытых недавно при поддержке Европейского Союза. Здесь атмосфера очень уютная, очень комфортная. Люди говорят хоть на другом языке, но я с ними подружилась. Уходишь с каким-то опытом и мне это нравится. Из каждой игры, хоть это и игра, можно вынести для себя урок. Очень порадовала сама организация, само сотрудничество с ними. И очень круто, что приглашают нас в Днестровье сюда и мы можем обмениваться опытом. Научились здесь, конечно же, не бояться спросить, попросить помощи. Научились здесь подстраиваться, я бы даже так сказала, под культуру других людей. Есть люди уже, с которыми мы знакомы, с которыми мы дружим. Молодые люди смогли посетить различные курсы. Участники летней школы узнали о навыках установки приоритетов, развитии стратегического мышления, урегулирования конфликтов путем переговоров. И-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на,お願いします. Педагоги из Академии имени Николая Думитреску бросили вызов самым смелым участникам. Молодые люди преодолевали препятствия и старались выполнить специальные задания. Участники познакомились с техниками паблик-спикинга и управлением временем, программами робототехники и платформами обучения предпринимательству. Участники организуют уже 6 часов. Участники имеют возможность экспериментировать с мудростью более стабильным, в котором используются стилы для воды. Участники учатся вместе, в том, что здесь, практически, в небольшом саду. В конце летней школы, молодые люди продолжат сотрудничать. Вчастник вчера мы установили, что в июне, в август, мы будем ходить на Дубасарь и будем делать тренинг. Летняя школа проводит занятия каждый год в ходе программы «Ювбэнк» при поддержке Фонда Восточной Европы, ЕС и правительства Швеции. А на сегодня это все. Далее не пропустите прогноз погоды и очередной выпуск в ток-шоу «Политика» Натальи Мораль. А я напомню, если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную новость или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте все нам или уже звоните по телефону, указанному на экране. Я желаю вам всего доброго. Увидимся, как обычно, завтра в это же время. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин